Всем привет! Сегодня посмотрим на пропеллеры для моделей и коптеров, напечатанные на 3D принтере. Проведем с ними некоторые тесты, сравним их с покупными литыми пропеллерами. И сделаем вывод, есть ли смысл и вообще разумно ли печатать на 3D принтере пропеллеры для моделей и коптеров. Все чертежи для печати этих пропеллеров я искал на сайте TNGVERS, выбрал самые интересные, напечатал их и сегодня покажу их вам. Давайте сначала покажу, что напечатал. И печатал я 3 вида пропеллеров. Первый это пропеллеры 5-дюймовые для гоночек-дракоптера, такие вот трехлопастные, их здесь 5 штук, они разные, трех видов. Пропеллеры для авиамоделей на 8 дюймов, двухлопастные, вот их здесь 3 штуки, 2 вида. И еще попробую напечатать такую вот конструкцию для складного пропеллера. Вот эта вот конструкция печатная, а вот эти вот лопасти уже я срезал с покупного литого пропеллера. Все вот эти пропеллеры я печатал тремя видами пластика, это PG, PLA и ABS. В принципе все пропеллеры получаются от этих трех материалов плюс-минус одинаковыми, какой-то огромной разницы я не заметил. Ну конечно было бы интересно еще опроводные печатать из какого-нибудь нейлона или из пластика с примеси нулевого окна. Такие пропеллеры получатся очень-очень прочными, если сравнивать с этими вот видами пластиками. Но, конечно, цена на эти пластики кусается, и если почитать, думаю получится дешевле кипеть уже покупной готовый литой пропеллеры, чем печатать из нейлона или из пластика с примеси нулевого окна. А с этими видами пластиками PG, ABS и PLA печать получается очень дешевой. Прежде чем печатать какого-нибудь одного пропеллера, пластиком ABS обходится в рубля 2-3. А печать пластиком PG или PLA получается в два раза дороже где-то рублей 5-6. Ну а стоимость покупных самых дешевых пропеллеров начинается где-то от 20 рублей. Поэтому если вы имеете свой 3D принтер, печать получается очень дешевой и доступной. Вы можете в любой момент напечатать себе какие-нибудь пропеллеры буквально там за час. Но это в принципе единственные два плюса стоимости и доступности, которые имеют напечатанные тут внутри пропеллеры. Дальше начинаются одни минусы. И давайте теперь перейдем к минусам и привыкнусь я по ним. Но первый минус это балансировка пропеллеров. Почему-то она получает спрос отвратительный. Приходится все пропеллеры балансировать, так вот наклеивать кусочки изоленты. Причем приходится балансировать как двухлопастные, так и трехлопастные. Как видим здесь вообще на двухлопастях пришлось наклеить все. Единственные пропеллеры, которые у меня получились с хорошей балансировкой, это вот такие вот... С какой-то хитрой формой интересной. Вот у них балансировка получилась идеальная. А вот эти все пришлось балансировать. Честно не очень понимаю почему так получается. Пробовал ставить даже максимальную точность, высоту слоя 0,05 мм. Обычно печатал слоем 0,2 мм. И все равно балансировка получается просто отвратительной. Ну конечно возможно в каком-нибудь супер дорогом принтере балансировка получится идеальной. Но на моем принтере не кубик и 3 мега балансировка получается ужасной. При даже очень высокой точности. Второй минус заключается в недостаточной жесткости. Как видим этот пропеллер имеет толщину лопасти. Примерно как и у покупного. Такой вот. Но как видим покупной так вот ебать достаточно тяжело. А вот этот очень-очень легко. Из-за чего на высоких оборотах такой вот пропеллер начинает флотерить. Ну чтобы флотер не возникал на высоких оборотах приходится пропеллер печатать с толстым профилем. Как видим у этого пропеллера лопасти чуть ли не в два раза толще чем у покупного. Ну вот если сравнивать еще пропеллеры для гоночек даркоптера. Здесь застренно сделано. Но вот в середине, думаю не видно будет, но этот пропеллер намного толще покупного. Здесь уже эти кромки потолще. Вот теперь заметно. И середина тоже намного толще чем покупного. Ну аэродинамика вот таких вот толстых пропеллеров получается намного хуже. Особенно когда вот такие вот тупые получаются кромки. Из-за чего падает эффективность. Ну из этого минуса то, что пропеллер приходится печатать достаточно толстые, вытекает. Третий минус это вес этих пропеллеров. К сожалению нет очень-очень весов, чтобы показать разницу. Вести между напечатанными и покупными пропеллерами. Есть такие вот весы, но у них погрешность около 1-2 грамма. Как раз таки это и есть разница между напечатанными пропеллерами и покупными. Напечатанные примерно на 1-2 грамма тяжелее покупных. Но четвертый минус у печатных пропеллеров это их хорошая устойчивость. Они получаются более хрупкими. Но какие-нибудь пропеллеры, например, для гонщика даркоптера HQ очень хорошо устойчивые. Они при ударе в основном мнутся. Вот так вот. Их потом можно вот так вот разогнуть. И чтобы он сломался, его надо очень много раз так вот сгибать-разгибать. А напечатанный пропеллер уже так не согнется, а сразу сломает. Давайте сломаю вот этот пропеллер. Он тут с косяком получился. Вот как видим, он просто хрустнул. То есть напечатанные пропеллеры получаются более хрупкими. Скидем этот пропеллер. Вот так вот согнулся. А потом его можно разогнуть спокойно. А этот пропеллер просто ломается. Вот эта лопасть тяжело ломается уже. Вот так вот. Ну и на этом все минусы, которые я смог выделить у напечатанных пропеллеров по сравнению с покупными, заканчиваются. И по итогу мы имеем всего два плюса и четыре минуса. Из плюсов это доступность и цена. Из минусов это плохая балансировка. Толстый неэффективный профиль. Больший вес, чем у покупных пропеллеров. Где-то процент на 20-30. И худшая крошуточчивость. А именно напечатанные пропеллеры получаются хрупкими. И они не сминаются, а сразу ломаются. Ну а теперь давайте смотрим на пропеллеры, напечатанные пропеллеры в деле. И замерим их тягу с помощью вот такого вот мотостенда. Который себя представляет висцы, бутылку с песком, покрышенный сонодвигатель, регулятор, приемник, аккумулятор и аппаратуру, с помощью которой буду газовать. Ну и начнем замер тяги с пропеллеров для гоночек даркоптера 5-ти дюймовых. С двигателем для гоночек даркоптера 20-05, 2300 оборотов на вольт от Resistar. Аккумулятор будет трехбаночный. И для начала замерим тягу с покупным пропеллером HQ 5050. Итак, включаю весы, все внулилось. И теперь смотрю, чтобы двигатель дул и прижимал бутылку к весам. Все, замеряем теперь тягу. Ну и 580 грамм было. Да, конечно, интересно было бы еще посмотреть показания ваттметра, но, к сожалению, его нет, поэтому смотрим просто тягу. Теперь смотрим тягу с вот таким вот пропеллером, напечатанным в этой пинтере. У нее вот эти вот кромки острые, поэтому, думаю, тяга должна быть неплохой. Так, пробуем. Ну, 270 грамм, даже чуть побольше там было. Да, больше, чем в два раза меньше, чем у покупного пропеллера. Еще, как видим, даже вот такого вот вроде пропеллера с острыми вот этими вот кромками, эффективность очень-очень низкая. Теперь замеряем тягу с таким вот пропеллером. У него уже кромки эти не очень острые, они много туповаты, поэтому тяга, думаю, с ним будет еще меньше. Ну, нет, 280 грамм получилось, даже побольше, чем у этого пропеллера, но удивление причем. Но все равно тяга отличается более чем в два раза по сравнению с покупным пропеллером. Ну, и остался последний пропеллер 5-дюймовый для гонщика даркоптера. Вот такой вот интересной формы. Очень интересно выглядит. Ну, давайте посмотрим его тягу. И тяга получилась чуть больше 150 грамм. Это, конечно, вообще ужас. Такое никуда не годится. Ну, что, как видим, тяга с пропеллерами для гонщика даркоптера, напечатанными, никуда не годится. И она более чем в два раза меньше по сравнению с покупным. Поэтому для гонщика даркоптера печатать пропеллеры вообще неразумно. Ну, а теперь переходим к пропеллерам для самолетов. 8-дюймовый мы будем замерять тягу на двигателе 20 до 0,5 примерно 1400 оборотов на вольт. Двигатель перемотанный, поэтому точно сказать, сколько здесь оборотов на вольт, очень трудно. И будем использовать трехбаночный аккумулятор. Ну, для начала опять как эталонную тягу замерим мы с помощью покупного пропеллера 8х6 вот таким вот. Ну, было 390 грамм. Ну, теперь замерим тягу с таким вот пропеллером. Очень тонкий мы, из-за чего он сейчас будет на полных оборотах флоттерить. Ну, было почти что 280 грамм. И, как видим, 100 грамм разницы получается по сравнению с покупным пропеллером. Хотя, вроде бы, пропеллеры одинаковые. Этот пропеллер даже легче. Но он флоттерит, из-за чего часть тяги, похоже, уходит во флоттер. И тяга вот так вот на 100 грамм меньше по сравнению с покупным пропеллером, у которого жесткости никаких проблем нет. Ну, теперь замерим тягу. С таким вот пропеллером у него уже жесткости проблем нет. Она примерно на уровне покупного пропеллера. Но у этого пропеллера уже вот такие вот тупые кромки, толстый, неэффективный профиль. Поэтому эффективность дома у него еще будет хуже, чем даже вот у этого пропеллера. Ну, я видел цифру 315 грамм, поэтому у этого пропеллера тяга получилась побольше, чем вот такого вот. Ну, как видим, даже вот таких вот пропеллеров для моделей двухлопастных на 8 бимов эффективность хуже, чем у покупного пропеллера. Ну, да, она, конечно, не такая огромная, не в два раза, как у пропеллера Драгонского даркоптера. Но тоже ощутимо. У этого пропеллера разница получилась в 100 грамм, у этого примерно в 60-70 грамм. Ну, а теперь давайте смотрим на вот такой вот интересный складной пропеллер. Конструкцию вот этой я напечатал на трилепринтере, вот эти лопасти взял с покупного пропеллера. И сюда я вклеил вот эти вот щели, которые здесь были под них рассчитаны. И смысл этого пропеллера в том, что он потоком воздуха вот так вот складывается и прижимается к модели, и не создаёт никакого сопротивления. Особенно это актуально для планиров, где лишнего сопротивления не должно быть. А как начинаешь газовать, этот пропеллер вот так вот расправляется. Давайте сейчас краски подгазую. Так, потоком воздуха у нас пропеллер сложился. И даёт даже небольшой процент газа, и пропеллер опять расправляется. Вот так вот. Вот с такого вот пропеллера на 9 дюймов я срезал лопасти и вклеил их вот сюда. И размер пропеллера за счёт этой вот конструкции получается практически 10 дюймов. Да, эту конструкцию выбрал, конечно, не очень удачную. Она получилась достаточно такой вот громоздкой и тяжёлой. В принципе, можно, думаю, найти или даже разработать саму. Здесь не очень сложно. Эту конструкцию поменьше, пока пакней. Они вот такую вот достаточно здоровую, тяжёлую. Давайте сравним тягу вот этого складного пропеллера с 10 дюймовым. И тяга была в районе 450 грамм. И тяга была почти 4,60 грамм. И в первый раз, хоть не полностью напечатанный пропеллер на Телепинтере, но с печатной вот этой вот конструкцией обогнал полностью покупной пропеллер без всяких модернизаций. Ну а теперь давайте проведём полноценный краш-тест с покупным пропеллером, вот такой вот мне не жалко, и с такими вот напечатанными. Я их поставлю на двигатель, дам полный газ и что-нибудь под пропеллер, включающийся под суммой, и посмотрим последствия. Ну и поставлять буду кусок вагонки. Так, пока что вроде бы ничего не сломалось. Ну вот так вот он покромсался здесь. Куски куда-то разлетелись по комнате. Вот что случилось с этим пропеллером. Оп, вот этот пропеллер уже разлетелся на куски. Точнее у него сломалась вот эта вот лопасть, вот эта вообще полностью отлетела и улетела куда-то в мебель. Даже вот так вот двигатель сорвало. Ну и теперь покупной заводской пропеллер. Так, и опять сорвало двигатель. Ну, конечно, этот пропеллер получается намного крепче напечатанных. Ну, думаю, дальше продолжать нету смысла, потому что он просто вот крошит кусок этой вагонки. Тут у меня теперь всё в опилках. Как видели, они разлетались в все стороны здесь. И думаю, этот пропеллер на таких оборотах не сломать. В общем, да, покупной заводской пропеллер оказался покрепче. В принципе, думаю, этого достаточно и было очень показательно. Ну что, в общем-то, получились такие вот пропеллеры на печатанной нацелепринтере. Из плюсов они имеют, по сравнению с покупными заводскими, это цену и доступность. А из минусов это отвратительная у них эффективность и низкая крашу устойчивость. Ну, как видим, эти пропеллеры работают. Какую-то никакую тягу выдают. Не отстреливают. А в принципе, работают как пукные пропеллеры, но только с меньшей эффективностью и меньшей живучестью. В принципе, смысл печатать пропеллер нацелепринтере вижу только один. Если у вас закончился запас пропеллеров, а новые вам ещё не пришли, а летать хочется. Тогда, да, временно можно полетать на напечатанной нацелепринтере пропеллере. А так, если у вас есть хороший запас заводских покупных пропеллеров, то использовать напечатанные пропеллеры нацелепринтере неразумно и неоптимально. Есть смысл печатать только вот такие вот механизмы для складного пропеллера и вклеивать в них уже лопасти от покупных пропеллеров. И вот с таким вот напечатанным механизмом можно неплохо сэкономить, потому что заводские механизмы стоят не очень дёшево и напечатать намного-намного дешевле и доступнее. Но, в общем-то, получился вот такой вот итог. Давно хотелось построить напечатанные пропеллеры нацелепринтере в деле, думаю, ни одного мне, и сегодня это удалось сделать. И достаточно показательно сравнить их с покупными пропеллерами. Что, всем спасибо за внимание, удачного полета, вступайте в группу ВК, там укладываю все новости. И также там укладываю информацию об участиях в гонках на гоночных квадрокоптере. Также там есть видео полетов с трассы. Если кому интересно, переходите и смотрите. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!